Евангельское повествование Говорится только о дочери Иаира и говорится о сыне вдовы из города Наин. Очень замечательное событие, но даже в повествовании этих Евангелий, в повествовании о служении Господа Иисуса Христа, они не являются поворотными моментами. А вот в четвертом Евангелии, в Евангелии от Иоанна, говорится только о воскресении одного человека, Лазаря. И при этом подчеркивается критическое значение этого события. 11 глава Евангелия, 4 стих. Это болезнь не к смерти, это Христос говорит своим ученикам, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Я думаю, это очень знакомая нам с вами история. Мария, Марфа, Лазарь, две сестры и один брат, вот такая вот семья, где Лазарь заболел, и его сестры в поспешности посылают об этом сообщить Иисусу. Ну, ожидая, что он придет и как можно скорее придет и вылечит их брата, брата, которого Господь любил. А интересно, что вот само повествование, вот то, как реагирует Господь на это, говорит нам о том, что Христос даже отложил посещение Вифани. То есть, он преднамеренно откладывает посещение Вифани, именно потому, что смерть и потом воскресение Лазаря, они были очень необходимыми элементами на пути к прославлению Иисуса Христа. Ну, вот я как-то говорил о том, что в изучении отдельной книги Библии, в целом, главы и стихи не всегда занимают первостепенное значение, не занимают второстепенное значение. То есть, вот в изучении любого библейского отрывка книги очень нужно, и всегда это очень интересно заметить и понять замысел автора. То есть, иногда авторы Евангелия события выстраивают именно для читателя. И вы знаете, в Евангелии Иоанна воскресение Лазаря, вот это 11 глава, и глава, которая очень легко делится на некоторые части, где само событие, вот воскресение Лазаря, когда Христос пришел в Вифанию, подошел к гробу и воскресил его, вы знаете, оно как бы сокрыто автором, оно как бы вот находится между чем-то или находится в скобках. Ну, позвольте обратить на это внимание. С одной стороны, находится вот такое вот непреднамеренное предсказание Фомы, предсказание именно о смерти Иисуса. То есть, вот так вот, просто в разговоре, без всякого намерения, Фома вдруг предсказывает, что Иисус Христос умрет. Это 16 стих. Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам, пойдем и мы умрем с ним. То есть, он как бы непреднамеренно, без намерения указывает на то, что Христос умрет. А вот вторая часть, а с другой стороны, вот конец этой главы, это уже заговор Синедриона. И что интересно, это заговор именно в том, чтобы осуществить смерть Христа. 53 стих написано, что с этого дня положили убить его. То есть, воскресение Лазаря находится между вот таким вот предсказанием Фомы и тем событием, когда Синедрион уже намеренно собирается убить Иисуса Христа. То есть, это замысел, вот этот вот сюжет автора, поместить воскрешение Лазаря именно в этом месте повествования. Но есть еще одна интересная деталь, что вот воскрешение Лазаря в Евангелии Иоанна, это седьмое чудо, и это последнее чудо, о котором говорит евангелист Иоанн, о котором говорит апостол. И вот повествование первой части всей книги, Евангелие от Иоанна, оно как бы ведет читателя от одного чуда к другому, ведет вот к этой кульминации. Кульминация служения Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна – это воскресение Лазаря. А именно к смерти и воскресение Лазаря. И в свою очередь, вот это вот чудо воскресения, оно указывает на высшее чудо всей книги. Вообще всего замысла человечества – это воскресение нашего Господа Иисуса Христа. Ну, что я хочу сказать перед нашей молитвой, дорогие братья и сестры, я бы хотел очень коротко отметить на то, что мы узнаем об Иисусе Христе, вот читая воскресение Лазаря. Первое, как ни в другом месте, вот мне кажется, нет такой другой библейской истории, где вот так вот глубоко раскрывалась человеческая природа Спасителя. Вот мне так кажется, нет другого библейской истории, вот такой вот замечательной, вот такой вот трогательной, где бы раскрывалась очень-очень глубоко человеческая природа Спасителя. Вот именно здесь, в 11 главе Евангелия Теана, находится самый короткий стих всей Библии, 35 стих, где очень просто написано – Иисус прослезился. Это происходит на пути ко гробу Лазаря. Слезы нашего Спасителя свидетельствуют, что в его сердце накопились, накопились эмоции, которые теперь прорвались. То есть Господь плакал у гроба Лазаря. А 33 стих говорит нам о том, что Христос, когда увидел ее, он увидел Марию, она плакала, когда он увидел пришедших с ней иудеев, и они тоже плакали. О нем написаны интересные слова – «Воскорбел духом и возмутился». Воскорбел духом и возмутился. То есть Писание говорит о скорби Спасителя и подчеркивает глубокое беспокойство и даже возмущение. Но давайте подумаем, о чем? О чем и почему плакал наш Спаситель? Вы знаете, вот то, что Господь был безгрешен, совсем не говорит о том, что Он был и бесчувственным, а скорее происходит обратное. Он был святым человеком. И именно поэтому святой человек Иисус Христос испытал высоту и глубину эмоций, незнакомых для нас с вами. Именно потому, что Христос был святым человеком. Он испытал высоту и глубину вот таких эмоций, которые неизвестны грешному человеку. Смерть Лазаря от болезни. Горе близких людей перед вот этой вот утратой. А наш Господь находился перед лицом господства Сатаны в мире греха и смерти. Вот почему плакал Христос. Он находился в мире господства Сатаны, в мире греха и смерти. И совершенно ясностью Христос увидел нужды человека. Всеми силами он понимал переживания людей. Но на такое мы с вами не способны. Вы знаете, наши чувства, по сравнению с его, они часто кажутся просто онемевшими. Невозможно нам чувствовать то, что чувствовал Господь Иисус Христос. Таким образом, кризис смерти Лазаря, которого любил Иисус, так не один раз подчеркивает Иоанн, стал поводом для более полного раскрытия святой человеческой природы нашего Господа. Послушайте, что теперь говорит о нем Священное Писание. Послание к евреям, 2 глава 17-18 стихи. «Поэтому Он, Христос, должен был во всем уподобиться братьям». Для чего? Чтобы быть милостивым, верным Перевосвященником перед Богом, для умилостивления за грехи народа. Ибо как Сам Он претерпел, быв искушен, то может искушаемым помочь. 4 глава этого же послания, последние 3 стиха. «Итак, имея Перевосвященника Великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Почему твердо держаться призывает Павел исповедания нашей с вами веры? Потому что мы имеем не такого Перевосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. И очень простой вывод. Поэтому приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Далее, вот это вот событие, воскресение Лазаря. Это событие открывает, открывает нам силу Иисуса Христа оживлять мертвое. Открывает силу Иисуса Христа оживлять мертвое. Интересно будет отметить, что вот именно воскрешение Лазаря было достигнуто двумя способами. Евангелист Иоанн тоже об этом очень интересно говорит. Это была молитва Спасителя и Слово Спасителя. Ну, послушайте, это уже Евангелие Иоанна, 11 глава, 41 до 43 стиха. «И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел отче к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Помолившись, сказав это, он возвал громким голосом Лазарь и Идивон. Прочесестры, очень интересно, как вот библейские истории, истории Ветхого Завета и Нового Завета, они перекликаются. Вполне возможно, что подобно пророку Езекиилю Господь обращается к костям умершего человека. Подобно пророку Езекиилю Господь обращается к костям и духу того, кто пал жертвой проклятия греха. Только то, что пророки делали образно, Христос сделал буквально и физически. Поэтому Он есть Тот, кто приносит новую жизнь мертвым. Между прочим, и на это становится иллюстрация деятельности Господа, которая продолжается и сегодня. И сегодня Христос – это Тот, кто дает новую жизнь. Но и сегодня воскрешение из мертвых человека достигается точно так, как было произведено воскрешение Лазаря. Она достигается через проповедь Слова Иисуса Христа и при участии молитв Его народу. Как сегодня воскресают люди из мертвых, как духовно сегодня воскресают люди. Воскресают через проповедь Слова Иисуса Христа и воскресают при участии молитв Его народу. То есть и сегодня голос нашего Спасителя открывает уши грешного человека. Ну и последнее. Вы знаете, вот это событие воскрешения Лазаря указывает на пришествие Царства нашего Господа Иисуса Христа в будущем. Ну вот каким образом? Очень часто чудеса, которые совершал Господь на страницах Евангелия, они представляют собой вот такие вот маленькие, миниатюрные или даже закодированные представления вот той реальности, на которой они указывают. Вот можете себе представить, вот когда произошло вот это вот воскрешение Лазаря, когда Господь воскресил Лазаря из мертвых, на какое-то мгновение Иисус Христос, свет мира, воссиял так, что беспрепятственно преодолел тьму этого мира. Это было маленькое мгновение, ну, несколько минут, несколько минут, где Его слава, слава Его света, она воссияла и беспрепятственно преодолела тьму этого мира. Это говорит о том, что однажды Господь вернется. И вот тогда Он вернется в полной силе своего воскресения. Интересно, что Священное Писание говорит, что вот этот вот Агнец Божий, взявший на себя грех мира, он будет присутствовать на небесах, как светильник. А город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его Агнец. Иисус Христос в будущем для Своего народа, в Своем Царстве, Он будет жизнью, и точно так в будущем Он будет светом для Своего нового мира. Ну а пока, братья и сестры, дорогие друзья, мы с вами остаемся с вопросом, с вопросом, с которым осталась Марфа при встрече с Иисусом. 11 глава, 25 и 26 стих. Иисус сказал ей Марфе, я есть им воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. И вопрос каждому из нас, веришь ли этому? Аминь. Помолимся. Аминь. Аминь. Аминь.